Михаил Глузский родился 21 ноября 1918 года в Киеве в семье поэта и журналиста Андрея Михайловича Гмирева, переселившегося в Киев из Петрограда в середине 1917 года. И Фросиньи Кондративной Глузской, отец актера построил в районе Караваевых дач небольшой домик, заложил сад со множеством фруктовых деревьев, которым очень гордился. В 1922 году после смерти отца семья переехала в Москву. В школу Михаил пошел в Баку, где ему довелось в течение двух лет жить у своего бывшего отчима. 1926-1928 В 1929 году вернулся в Москву. Работал сначала учеником слесаря в мастерских нации. В дальнейшем – учеником электромонтера и электромонтером в Центральном универмаге Масторга. 1933-1936 Окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Участвовал в художественной самодеятельности при клубе Масторга под руководством актеров МХАТ «Два байта». Васильева, К. Ратонского, А. Потоцкого. Играл в театре рабочей молодежи. Трамм. В 1936-1940 году учился в школе киноактеров при киностудии. Мосфильм. В июле-октябре 1940 года. Актер киностудии. В 1940 году был призван в армию. Проходил службу в команде при Центральном театре Советской армии. В годы войны участвовал во фронтовых бригадах. В 1946-1995 году. Актер театра студии киноактера. В 1949-1950 году. Актер драматического театра группы советских войск в Германии. Работал по приглашениям в театре. Современник. В драматическом театре М. М. Ермоловой в Москве. С 1995 года. Актер театра «Школа современной песы», где играл в спектаклях. Уходил старик от старухи. С. И. Злотникова. Антигона. В Нью-Йорке. Я. Гловацкого. Чайка. А. П. Чехова. Снялся более чем в 150 кинофильмах. Дебютировав в 1938 году фильмы «Семья Опенгейм». Потом были. Повесть о настоящем человеке. Тайна двух океанов. Тихий Дон. Кавказская пленница. Сказ про то. Как царь Петр Рапа женил. Тасс уполномочен заявить. И многие другие. Одним из лучших образов актер в кинематографии стала роль академика Сретенского в фильме И. Авербаха. «Монолог. 1972», где устами актера пожилой высокостепененный ученый, сделавший блестящую научную карьеру, с пронзительной исповедальной интонацией рассказывает о скрытой от друзей и коллег драме «Одинокой жизни». В осеннем сквере встречает призрак своей несостоявшейся юношеской любви. Она его переживает непростые, отягощенные бытовыми неурядицами отношения с непутевой дочерью, М. Терехова, и зятям, а также с обретающей первый романтический опыт внучкой, М. Ниелова. Стандартная фраза. Фильм о смысле жизни, как нельзя более применимо к этой картине. Работал на радио и телевидении. Его голосом говорят многие персонажи дублированных иностранных фильмов. Ему принадлежит право первого исполнителя цикла стихов российского поэта Н. А. Заболоцкого, которые долгие годы были запрещены в СССР. В 1989-1996 году преподавал на кафедре актерского мастерства в Афгайке. С 1994-мя. Профессор. В 1987-1998 году руководил двумя мастерскими на актерском отделении в ВГК и выпустил два курса. Таджикский и русский. В 1986-1991 году. Секретарь правления Союза кинематографистов СССР. Руководил комиссией ветеранов в кино ВСК СССР. Возглавлял Московскую городскую комиссию по культурному шефству над вооруженными силами СССР. Последняя общественная работа. Руководство комиссии ветеранов в кино и военно-шефской комиссии Москвы. 13 мая 2001 года. Последний раз вышел на сцену театра в спектакле «Чайка». В роли Сорина. Его посадили на инвалидную коляску. По сценарию персонаж все действия проводит в ней. Сразу же после спектакля актеры отвезли в больницу. В ту же ночь ему ампутировали ногу. Михаил Глузский умер от сердечного приступа 15 июня 2001 года в Москве. На 83-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Участок номер 12 Ампер.